Всем привет! Небольшой апдейт про подготовку. До экзамена осталось две недели, в принципе, двигаюсь по плану. Чуть-чуть, наверное, отстаю, но в конце будет пара дней, чтобы нагнать, поэтому, в принципе, все окей. Сегодня поделюсь с вами мыслями об одном аспекте подготовки, который далеко идет за пределы шада. Это время, которое нужно тратить на подготовку. Дело в том, что я трачу практически все свое время на подготовку и занимаюсь фулл-тайм. Решаю эти задачи, читаю эти горы книг, которые я вам показывал. И, в принципе, есть некий результат. То есть, если заниматься по 10-12 иногда часов в день задачами, то в целом есть прогресс. Зачем я много так трачу времени? Потому что решать задачи и разбираться в линейной алгебре и матоне для меня необычное дело. А человек не может преуспеть в деле, которое для него необычно. Ты не можешь выиграть забег, если бега для тебя необычно. Ты не можешь написать хорошую книгу, если писать книгу для тебя необычно. Точно так же ты не можешь поменять карьеру, если новая работа, в которую ты переходишь, для тебя необычно. Это, кстати, проблема часто у людей, которые идут в консалтинг. Тебе назначили тест, говоришь, что вот, через 2 недели я его пишу, быстро меня научим. К сожалению, так не бывает. Ты не можешь быстро к чему-то подготовиться, если ты не привык это уже достаточно долго делать. И большинство наших успешных кандидатов в итоге проходили отбор, когда они готовились долго. Готовились полгода, может быть, даже год. Или там даже полтора года бывает такое. Поскольку тогда для них все консалтинговые аспекты становятся обычными. И тогда они гораздо лучше уже выступают и на интервью, и на тестах, и на чем угодно. Моя цель – сделать то же самое. Моя цель сейчас – сделать все задачи из Матана, Линала, Тервера и прочих направлений обычными для себя. И тогда в этом обычном контексте уже рассчитывать, что, возможно, у меня получится пройти. Если они будут для меня новыми и странными, у меня точно ничего не получится. Это единственная возможность. К чему я это все говорю? К тому, что если вы собираетесь сделать что-то новое и хотите в этом преуспеть, вам стоит задуматься. Нужно ли вам это дело? Нужно ли вам этим заниматься? Нужно ли вам тратить время на то, чтобы сделать это новое дело для вас обычным? Если вы понимаете, что нужно, тогда готовьтесь вложить очень много времени в подготовку, чтобы сделать это дело обычным. Если нет, то лучше не тратьте время. Да, кстати, в прошлом видео я задал вопрос про вероятность того, что пьяница свалится в канал, который на расстоянии 10 метров от него находится. Эта вероятность 100%, как ни странно. Но это достаточно легко понять, если вы рассмотрите числовую прямую. 0, он сейчас находится в нуле. И 10 находится ров. Если вы потом посмотрите p от x, где x это местонахождение человека, а p это вероятность, что он свалится, если выходит из этого места, то очевидно p от 10 единицы. Если вы посчитаете внимательно p от 9, то тоже окажется единица. Соответственно, p от 8 единицы и так далее. p от нуля тоже единица. Соответственно, вероятность, что он упадет 100%. Так что пить надо меньше. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok